Коллега Тарасов. Я хочу напомнить известную фразу, что пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Все вот эти меры, которые нас предлагаются принять по ограничению перемещений граждан, могут приниматься только в режиме чрезвычайного положения, которое вводится указом президента и который за это решение должен отвечать. У нас сейчас попытка введения половинчатых мер и, кроме того, абсолютно незаконных. Вот все то, что принимается сегодня в этом зале, то, что вчера принималось в зале Государственной Думы, вот эти все вещи не основаны на законе. И они еще очень тяжело стыкуются с логикой. Скажите, пожалуйста, а каким образом получение спецпропуска на поход в магазин сделает этот поход безопаснее? То есть вот я вышел без пропуска, я злой правонарушитель, а как только я отчитался мэру, по какому домашнему адресу я живу, в какой магазин и за каким товаром я пошел, я все перестал быть либо потенциально рискующим заболеть, либо потенциальным распространителем вируса? Это что у нас, защитную функцию какую-то дает? Да, конечно, нет. И, к сожалению, все эти меры нигде не остановятся после всего вот этого происходящего. Ни одна мера не поменяется. И я бы хотел еще сказать про двойные стандарты. Нам рассказывают, как важно избегать скоплений граждан. И в это же время московские власти проводят ярмарки выходного дня. Те же самые люди, которые нам рассказывают, как важно оставаться дома, почему нельзя заходить в парки, где люди на большем расстоянии гуляют. Они же устраивают ярмарки выходного дня. Те же самые люди, которые рассказывают, как важно не ходить на работу, делают так, чтобы все стройки московского стройкомплекса работали. Я вон начал задавать вопрос, пришлите мне адреса, где работают стройки сейчас. Я получаю просто с этих районов все адреса. Весь стройкомплекс прикрылся письмом Бочкарева и на 100% работает. Вот лично мне неизвестна ни одна стройка московского стройкомплекса, которая остановилась. Там что, у нас лучше санитарные условия? Или, может быть, у нас строители в масках ходят? Или вот этими санитайзерами на ручки пшикают? Вы хоть одного рабочего видели, работающего в таких условиях? Или, может быть, просто московским властям на работяг наплевать? Я думаю, что все-таки эти меры, которые принимаются, они не очень соответствуют тому, что формально декларируется. Как изъятие машины вам поможет решить проблему? Мы только что обсуждали, что метро и общественный транспорт – это точка переноса заболевания, распространения. И вместо того, чтобы заняться раздачей масок при входе в метро, продумывать меры, каким образом, чтобы люди рядом не садились, вместо этого мы делаем все, чтобы наказать людей, которые пользуются индивидуальным транспортом. Опять же, подчеркиваю то, что это противоречит публичным высказываниям руководства мэрии, чтобы не отрицают даже наши оппоненты в этой дискуссии. Абсолютно неумные, непродуманные меры с попыткой изобразить и имитировать бурную деятельность. И у меня вопрос. А что у нас где-то прописано в законе, что вот эти все тюремные, просто тюремные функции будут отключены? Все эти камеры, распознавание лиц, отслеживание, базы будут удалены? Да нет. Все эти данные будут в незашифрованном виде передаваться на иностранные сервера. Ну вот скажите мне, каким образом мы должны быть уверены в том, что это все будет ликвидировано? Я думаю, что у нас никаких гарантий того, что этого не будет, а скорее есть гарантии, что это все только ради этого и устраивается. И никакой связи, просто никакой связи с коронавирусом не имеет. И последнее, про что я бы хотел сказать. Мы очень часто в этом зале ищем виноватых. А давайте вспомним отчет мэра, где нам рассказывали, почему хорошо закрывать больницы. Десятки больниц, в том числе инфекционных, закрыты за последние годы. Отсюда отсутствие резерва коечного фонда. Из-за этого врачи должны во много смен работать, потому что врачей не осталось. И это результат работы московского правительства, а не каких-то злобных вредителей. Субтитры создавал DimaTorzok